Несмотря на то, что первый месяц весны подошел к концу, на улице все еще держится холодная ветреная погода. И в такую не только не хочется выходить на улицу, но и нет никакого желания высовывать нос из-под одеяла. Но такая позиция никак не касается участников Кубка Содружества по зимнему плаванию. Здесь все закаленные, ведь спортивное зимнее плавание – это экстремальный вид спорта. Плавание в холодной воде от плюс 15 до плюс 4 градусов по Цельсию и ледяное от минус 4 и ниже. Действительно, участники – настоящие моржи. В соревнованиях по зимнему плаванию принимают участие порядка 100 спортсменов из Белоруссии и России. География от Владивостока до Бреста. Самые стойкие пловцы привычны к низким температурам. Уверенно погружались в воду и показывали хорошие результаты. Не зря этот вид спорта официально признан и находит широкую поддержку на уровне государства. Вид спорта достаточно интересный, зрелищный. Позволяет максимально проявить такие качества, как волю к победе. Потому что вы видите, что бассейн у нас не в крытом помещении, а находится на открытом воздухе. Сейчас это холодная вода, у нас есть топовая категория – это ледяная вода во льду. Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия такой резонанс будет хороший. И у нас есть практически в каждых регионах клубы закаливания. И в Гомеле, и в Витебске, и в Полоцке, и в Минске, и в Бресте. То есть они есть. Я думаю, что данное мероприятие их сплотит и зимнее плавание будет развиваться дальше. Что удивительно, каждый из спортсменов отметил, что вода на грибном канале теплая. Фактически на грани дисциплинарных требований. Всего 4 градуса, когда российские участники привыкли к температуре ниже. Благосклонность Брестской водички позволила им в первый день соревнований установить сразу два рекорда в зимнем плавании. Борьба идет, грубо говоря, на соты. А вода очень комфортная, теплая. Так что, можно сказать, ничего не ощущаем. Как в море обычно плаваем летом, так и плаваем здесь. Это, конечно же, доказать себе то, что я могу, то, что у меня есть какая-то сила духа. Ну и в любом случае, участвовать в таких соревнованиях, придет какую-то мотивацию. Для чего проводятся соревнования? То есть для того, чтобы ты смог показать все то, что ты наработал, скажем, в тренировочный процесс. Если ты все время только будешь тренироваться, тебе через полгода все это надоест. А нужно, чтобы у тебя всплеск был, чтобы ты мог выйти на дорожку и показать с такими же людьми, увлеченными в зимнем плавании, с той же Россией. Это прекрасно, я считаю. Для всех спортсменов моржей, кто приехал в город над Бугом, главное не победа, а участие, дух состязания и преодоление личных барьеров. А ледяная вода в этом только помогает.